Приветствую вас! Сегодня в обзоре преображающая тональная основа Джорданио. У нас появилась новиночка. Сравним ее с другими тональными основами Джорданио. Вместе с вами хочу посмотреть, какая тональная основа имеет более плотное, какое более легкое перекрытие. Итак, первое это шелкая тональная основа Fluid, второе это антивозрастная тональная основа, стойкая минеральная тональная основа и новинка преображающая тональная основа. Для чистоты эксперимента я взяла один и тот же тон, он называется слоновая кость. Шелковая тональная основа это жидкая текстура и она даже у нас потекла. Все остальные имеют одинаковую консистенцию. Несмотря на то, что шелковая тональная основа Fluid жидкая, она перекрывает чуть лучше. Так же, как и преображающая тональная основа, она имеет более плотное перекрытие. Вам не заметно, но минеральная тональная основа и преображающая имеет чуть-чуть легкую подсветку, то есть какое-то такое свечение имеет. Эти две тональные более матовые. После тушевочки мы видим, что тональная основа практически слилась, немножко имеет грязный оттенок из-за карандаша. В целом хочу сказать, что на моей коже, несмотря на то, что вот эта текстура более легкая, я не совсем люблю эту тональную основу. Она жидкая, наносить неудобно, растекается. Вот мои фавориты вот эти две тональные основы. Мне кажется, они очень близки между собой и чуть-чуть отличается преображающая тональная основа тем, что она имеет легкую подсветку, чуть-чуть более плотную консистенцию и оттенок немножко бежеват. У меня два оттенка тональной основы – холодный фарфоровый и сломовая кость. В небольшой тушевке и, конечно же, когда мы их прогрунтуем, то оттенок практически сольется. Скоро будет фишка-новинка, когда вы можете в любую тональную основу капнуть капельку и сделать либо ее более светлой, либо более темной. Такой универсальный пигмент Giordani будем ждать. Раньше я покупала две тональные основы – более светлые, более темные, и потом миксовала в зависимости от тона, от загара моего лица или от того эффекта, который я хотела добиться. Стушевала слоновая кость, слился с оттенком моего тела, а холодный фарфоровый – он слишком светлый. Видите, как выделяется? Не переборщите. Если у вас светлый оттенок, он может, наоборот, подчеркнуть недостатки вашей кожи, какие-то неровность, сухость, поэтому старайтесь тональную основу подбирать тон в тон, либо миксовать, добавлять капельки другой. Мой лайфхак – я реально мешаю тональной основы с разных линеек, антивозрастная, либо это минеральная. Они замечательно миксуются, компоненты, то есть никакой аллергии, ничего я не заметила бы такого. Для того, чтобы кожа была более ухоженной, практически все визажисты используют наподобие вот такие вот эликсиры, подсвечивающиеся сыворотки, чтобы было сияние, чтобы вытолкнуть морщины, либо праймер. Это нормально, когда ваша кожа покраснеет, кровь начинает циркулировать, и тогда ваша кожа будет более свежей, более молодой. То есть это такой тоже специальный эффект. Через пару минут краснота уйдет, и вы получите вау-эффект. Если у вас сухая кожа, то лучше всего наносить вот такой кисточкой, и я скажу вам много-много людей, кто просто пищит от этого нанесения. У меня комбинированная жирная кожа, поэтому я использую спонж увлажненный. Покажу вам два способа, а вы уже сравните. Тональную основу всегда набираю на руку, так удобнее потом растушевывать. Такое покрытие более плотное, это как раз-таки получается эффект анти-эйдж, когда убирается пигментация, веснушки, какие-то неровности, и получается более подсвеченный эффект. Тон подстроился, вы видите разницу. Клинически доказано, что сияние кожи увеличивается в пять раз. Соответственно, морщинки ваши выталкиваются, и ваше лицо выглядит моложе. Закрепим тон пудрой в румянах. И продолжим макияж. Какой вывод я делаю? Холодный фарфоровый мне сейчас не подходит. Это зима, либо у кого холодная. Это мне компания подарила. А эта слоновая кость, она адаптировалась к моему оттенку кожи и выглядит хорошо, совершенно. Вы видите, идет легкая подсветка, эффект стробинга, что сейчас на пике популярности. Я не использовала даже хайлайтер. Его нет. Это все делает тональная основа. Она создает как бы рельеф, в то же время она запивает ваши морщинки, и ваше лицо становится более свежим, более ухоженным. Это тональное основа мне очень понравилось, поэтому в рубрике «Басюк рекомендует» ставлю ее в основную базовую косметику. Пишите в комментариях, понравился ли вам этот продукт, но я уверена, что отзывы будут потрясающие. У меня два оттенка тональной основы – холодный фарфоровый и слоновая кость. Так они выглядят.